Всем привет! За кадром Аркадий Шаповал и сегодня я хочу вкратце поговорить про объективы Fujian либо Fujian. Кто как читает, кому как удобно. Это объективы для камер видеонаблюдения, но их можно использовать как обычные фотообъективы. Их еще называют CCTV либо TV-Lens, то есть объективы для видеосъемки. Их в доступной продаже сейчас есть около шести различных моделей. Я использовал четыре из шести. Они имеют общие характеристики, общие какие-то свойства, достаточно маленькие компактные решения, очень дешевые. В среднем один объектив можно найти за 15-20 долларов. Используют они Bayonet C-Mount, то есть это Bayonet для старых кинокамер с коротким рабочим отрезком. Вот такой вот у них у всех Bayonet. И прелесть этого Bayonet в том, что он легко адаптируется на любые современные беззеркалки. То есть конкретно для зеркальных решений данные объективы вообще не подходят. А на беззеркалки любые просто покупается вот такой вот маленький переходничок. Например, здесь показан переходник C-Mount на Sony E. И можно данные объективы легко использовать на беззеркальных камерах. Это очень-очень просто, очень легко. В отличие от старых мануальных объективов, которые в основном все идут под зеркальные решения. Например, те же Helios. Они требуют достаточно широкого и длинного переходника, потому что они для зеркальных камер и надо компенсировать рабочий отрезок. А вот эти вот C-Mount с C-Mount, они используют вот такой вот простенький черненький маленький переходник. И в общем случае на маленьких беззеркальных камерах чувствуют себя хорошо. Внешне выглядят они довольно симпатично. Они существуют в двух расцветках обычно, то есть в черное либо серебристого. У меня были серебристые варианты и один в черный вариант. Вот такой вот 25-1.4. Объективы в общем случае слабенькие, потому что они первоначально были рассчитаны на работу с дюймовыми сенсорами. То есть они как бы не могут создать нормальную разрешающую способность по краям и углам изображения на АПСЦ камерах. То есть камерах с кропом 1.5. И вот этот вот 25-1.4, он вообще не может на АПСЦ работать без внетки. Может только на микро 4.3. То есть на кропе 1.5 дает вот такие вот темные ужасные черные углы. А в остальном все же объективы вот эти фудзиане, которые 35-1.7, 35-1.6, 25-1.8. Виньетка у них минимальна и работают они достаточно хорошо на АПСЦ камерах. Например, вот здесь вот это объектив 35-1.7. Я просто взял его в качестве примера. На прикрытых диафрагмах он очень резкий в центре кадра. На открытых резкость такая средненькая. Но в целом и общем она достаточная для каких-то несложных задач. Но вот края и углы. Здесь прикрытая диафрагма. То есть центр у нас резкий, очень резкий. Но углы и края никогда не приходят в норму. То есть здесь диафрагма в районе f8, f11. Мы видим, что углы, края, они просто ужасные. Ужасные края и углы. То есть данные объективы в общем случае на АПСЦ камерах можно использовать в качестве творческих объективов, забывая про края и углы. И из-за того, что у нас края и углы сами по себе плывут, они забиты комой, то можно получать такое вот нескучное боке. Собственно, в качестве творческих объективов данные фудзияни и используют. Они дают такой довольно рваный, но не самый скучный рисунок. И на максимально открытые диафрагмы, например, этот 35-1.7 на 1.7 довольно неплохо. Не скажу, что это современная какая-то Sigma Art на открытой диафрагме, но в то же время вполне 1.7 рабочая диафрагма в центре. И очень забавно у нас идет перепад от зоны резкости в зону нерезкости. Вот здесь хороший снимок. То есть на вот этом снимке достаточно хорошо видно, насколько сильно у нас изменяется характер боке от центра к краям и углам изображения. Края и углы начинают коматозить, подкручивать и становится данный снимок похож на что-то из разряда гелиоса подобного боке. Но это 35 миллиметров, гораздо удобнее на кропе данным объективом пользоваться, чем какими-то там гелиосами и получать вот такой вот нескучный рисунок. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Для меня как бы он сильно рябит. Мне такой рисунок не нравится, но в общем случае его можно назвать творческим. И самое главное, что у нас края и углы не имеют такой сильной виньетки. То есть на кропе 1.5 довольно виньетка хорошо исправлена. И делаем вывод. То есть за 15-20 долларов мы получаем с помощью фудзиани довольно симпатичные творческие решения, которые не дают нормальную разрешающую способность по краям и углам изображения. Но их можно использовать в качестве творческих объективов. Единственным исключением является 25-1.8, который на прикрытых диафрагмах все же края и углы немножко вытаскивает. То есть, сейчас я покажу. А, вот здесь. 25-1.8, у него края и углы более-менее нормальные. На прикрытых диафрагмах, то есть нет такой страшной каши, как на других вариантах объективов. Само собой эти объективы сильно боятся засветок. У них довольно слабый контраст. С ними надо танцевать с бубном. Например, 25-1.4, он в центре вообще не резкий, дает такую сильно воздушную картинку. Ну, а снова же в боке у нас получается такое подкрученное, нестандартное, нескучное. И данные объективы идут с макрокольцами. Макрокольца позволяют легко получать возможность снимать макро. То есть, мы получаем как возможность фокусироваться на бесконечности без макроколец. То есть, снимать стандартные какие-то снимки. Так и работать в макро-режиме, в макро-светосильная оптика. Это достаточно интересно и не скучно. В общем и целом, за 15-20 долларов чисто творческое какое-то такое решение. Иногда их берут для видеосъемки, эти фудзияни. Я считаю, что вот можно взять, чисто попробовать какую-то дешевку. И если мы еще раз рассматриваем их в качестве каких-то творческих решений, то они особо не хуже гелиосов. И из-за удобного фокусного расстояния, то есть это 25 мм, 35 мм, 50 мм, они гораздо удобнее в использовании по сравнению с теми же гелиосами, у которых 58 мм. Это 44 серия, гелиос 44, и вся эта линейка построена на схеме 58.2.0 биотаровской. То есть такие вот подкрученные какие-то варианты, можно посмотреть в боке. И на этом, наверное, будем заканчивать. Все обзоры данных объективов есть у меня на сайте, ссылочка будет в описании. Там можно скачать исходные полноразмеры, покрутить, посмотреть, детальное описание глянуть. У данных объективов обычно много лепестков диафрагмы, потому даже на прикрытых можно также получать неплохое боке. Ну а сегодня с вами был Аркадий Шаповалов. Всем пока и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok